Евангелие от Луки, глава 7 И они, пришедшие к Иисусу, просили Его, убедительно говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для Него это, ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему, «Не трудись, Господи, ибо Я недостоин, чтобы ты вошел под кровь Мой, потому и себя самого не почел Я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровит слуга Мой, ибо Я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, и говорю одному «Пойди» и идет, и другому «Приди» и приходит, и слуге Моему сделай то и делает». Услышав это, Иисус удивился Ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу, «Говорю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников Его и множество народа. Когда же Он приближался к городским вратам, тут выносили умершего единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей, «Не плачь», и, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и Он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанна ученики Его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедшие к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно, живущие, находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарем и грешником, и оправдана премудрость всеми чадами ее. И вот женщина того города, которой была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, — Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, — Скажи, учитель. Иисус сказал, — У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой — пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. — Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, — Думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, — Правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону, — Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы свои отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, — Прощаются тебе грехи. И, возлежавшие с ним, начали говорить про себя, — Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, — Вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Субтитры создавал DimaTorzok